ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире, в прямом эфире телеканала Автоплюс, программа «Попутчик». И сегодняшний наш гость в студии, наш сегодняшний попутчик, это Хосе Луис Делавега. Это дизайнер, шеф-дизайнер Volvo Cars, так что у нас сегодня замечательный, почетный гость. Я думаю, что у вас, дорогие друзья, будет масса к нему вопросов. И я заранее попрошу вас только ограничиться вопросами, касающихся дизайна, либо новых моделей. Потому что Хосе Луис занимается образом, не занимается железом. Конечно, он имеет к нему отношение, но давайте мы не будем сегодня говорить о сервисе, о технических нюансах, об обслуживании, о продажах, о ценах и так далее. Потому что мы сегодня концентрируемся на теме красоты, на теме чистых линий. К вашим услугам СМС-портал, к вашим услугам телефонной линии напоминаем, что лучший вопрос недели мы традиционно премируем часами от телеканала Автоплюс, минуты и часы в вашем распоряжении на разных сахарплатах. И, пожалуй, начнем мы с вопроса, который меня лично очень... Когда я впервые узнал об СМС-портал, год назад мы познакомились, и меня сразу этот вопрос очень взволновал. Как может человек с мексиканскими корнями, с мексиканской кровью, и рожденный в Мексике, под Южным Солнцем, среди вот этого латиноамериканского темперамента, определять облик автомобилей, которые изначально олицетворяют собой сдержанность, такой вот, может быть, уютный, но холод, и, безусловно, нордический характер, скажем так. Ну, вы правы, когда говорите о том, что нас отличает или разделяет, я имею в виду юг и север, но надо вам напомнить, что меня пригласили работать в Вольво в Швецию примерно лет 20 тому назад. И я счел для себя, как некую новую возможность, внести свой вклад в дальнейшее продвижение дизайна Вольво, который уже на тот момент был хорошо известен в мире. Это было вместе с другими дизайнерами, так что я не был один. Иностранцев, которые были приглашены для того, чтобы влить, так сказать, свежую кровь. So, it's quite simple. We are more expressive, extrovert people. Ну, тут надо очень просто можно все объяснить. Мы более экспрессивные, мы экстравертные, так можно сказать, будучи южанами. Конечно же, шведский и скандинавский дизайн имеют массу привлекательных элементов, он мне очень нравится. Но при этом очень важно, что мы все-таки конкурируем на глобальном рынке, я имею в виду наш бренд. Поэтому очень важно удовлетворять самым разным потребностям и ожиданиям клиентов, которые ждут высокого качества, то есть то, что говорит, гарантирует и представляет Вольво, но при этом он должен быть более выразительным, более экспрессивным, более богатым. Как вы понимаете, все это не происходит одномоментно. Если мы говорим о внесении неких изменений в дизайн, в частности, автомобиля, то на это может уйти лет шесть. Таким образом, можно сказать, что 20 лет у нас ушло на то, чтобы сформировать обликс XC60 в том виде, какой мы сейчас его видим. The S60 concept, который мы в прошлом году показывали в Бетройте. А теперь мы говорим о C30, который сейчас, так сказать, запускается в новом виде. Наши мечты, они быстро к нам приходят, но для того, чтобы их материализовать в реальность, требуется длительный и сложный процесс. В свое время вы начали работать в Лондоне, когда вы приехали в Европу. И вы работали над автомобилями таких уже сейчас экзотических марок, например, Leyland. Это было давно. Потом вы меняли производителей и пришли, наконец-то пришли в Вольгу. Сейчас кажется, что переход дизайнера из одной компании в другую, от одного бренда к другому, это история просто профессионального выбора. Не более того. И мы видим примеры, как человек, работающий в Aston Martin, начинает создавать облик автомобилей Volvo, как человек, работающий в Alfa Romeo, начинает делать автомобили Audi. И этих примеров можно привести массу. Как вы считаете, все-таки дизайн сегодня стал уже ремеслом, и человеку, который занимается сегодня созданием облика автомобилей, и, в общем, все равно, что, да, если есть набор базовых знаний, он может применить его как угодно? Или есть все-таки бренды, которым лежит душа и не лежит душа? Очень хороший вопрос. Спасибо за него. Вы знаете, если дизайн не вкладывает себя всего, свою душу в свою работу, то это приведет к катастрофическим последствиям. Если обратиться к моему профессиональному опыту, как вы уже совершенно справедливо отметили, я работал и в Великобритании, и во Франции, и в Австралии, а также работал и с японскими компаниями, и американскими. И я вам скажу так, что мне нравится вникать и понимать в суть культуры каждого бренда, потому что культура – это целый мир, который отражает суть страны. Я бы сравнил это таким образом, что познание новых элементов, нового дизайна, нового бренда для себя – это возможность исполнить некую новую мелодию. Таким образом, я всегда старался подобрать и исполнить эту мелодию таким образом, чтобы она соответствовала особенностям конкретной страны и ее культуры. Поэтому от себя лично могу гарантировать, что я никогда не буду ничего заимствовать или использовать из того, что, скажем, применимо для британских автомобилей к автомобилям Volvo. Ну, это можно сравнить с любым выдающимся рок-коллективом мира. Каждая из них имеет свой, так сказать, саунд. Почерк. Свой почерк. Окей. У нас есть звонок. Слушаем сейчас нашего зрителя. Как вас зовут? Здравствуйте. Откуда вы? Добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир. Очень приятно. Я из Краснодара. Из Краснодара. Очень приятно. Вы знаете, я очень уважаю вашу передачу. Я люблю смотреть. Любой бы, как бы ни был фильм или еще что-то, я смотрю вашу передачу. Спасибо. Давайте к вопросу гостей. Дай бог, как говорится, ему развиваться. Я вот езжу все время на европейских машинах, да? На европейских. Но сегодня, сегодня, вот я уже как полгода приобрел Volvo XC70. И вот эта машина, мне к чему она привела? У нее совершенно дизайн приятный. Она отличается от всех машин. У меня была А6. Она отличается от Ауди. Она отличается от Мерсадеса. У нее свой, понимаете? Вот свой выбранный дизайн. Я хочу, чтобы вот эта Volvo действительно, она у нас приобрела большой успех, как бы сказать, в России. Потому что многие ее не понимают. И если, конечно, я немножко отойду от этой передачи, вот ее надежность, пока я езжу, мне она как бы достойна. Мне нравится машина. Очень хорошая. И проходимость, и все. Я единственное хочу, чтобы вот гости наши сказали, да, она еще плюс, надежная машина. Не то, что у нее прекрасный дизайн. Спасибо. Спасибо вам большое за комментарий. Спасибо вам большое за комментарий. Вы поняли, да, в сути? Ну, я был концентрирован на живых характер, на самом деле, в эмоциональном элементе, в атаке фактор. Но я могу сообщить с вам, что я был в руках полководства 20 лет, и я делаю это на часть моей работы, но также на выбор. Я могу сказать так или откомментировать то, что было сказано нашим зрителям. Ну, конечно, в силу своих служебных обязанностей, прежде всего, я обращаю внимание на эмоциональную часть нашего бренда, на то, что может привлечь к Volvo потенциальных покупателей и пользователей наших автомобилей. Ну, я сам уже 20 лет езжу на Volvo, частично потому, что это соответствует моим служебным обязанностям, но еще и потому, что это мой сознательный выбор. Я должен сказать, что за 20 лет ни разу ни одна из автомобилей, ни одна из моделей Volvo, на которых я ездил, не подвела меня и не остановилась. Поэтому я просто присоединяюсь к тому, что сказал наш телезритель, что это действительно исключительно надежный автомобиль. Два вопроса из смс-портала, уже через смс приходят нам вопросы. Я их объединю в один вопрос, и мы, я думаю, сейчас приведем маленький эксперимент, маленький урок дизайна. Мы сейчас выведем на экран автомобиль, например, XC60, да, а вы нам ответите на вопрос на конкретном примере. Вопрос звучит следующий. Какие особенности дизайна Volvo вы можете выделить сами, для того, каким образом вы достигаете и пытаетесь достичь отличия от других автомобилей? И второй вопрос. Зачем Volvo талия? Ну, скажем так, плечи, шелдерс, то, что... Да, давайте посмотрим. Вы видите нам, пожалуйста, XC60 на картинку, и мы начнем рассказывать. Да, да. Можете начинать, сейчас картинка появится. Мы можем попробовать, вы можете начать, и фотография будет появляться в секунду. Почему? Вы говорили, что главные функции. Да. Мы можем посмотреть на... Есть элементом heritage в бренде, как Volvo. Ну, бренд, как любой, в том числе как и Volvo, имеет свое, так сказать, наследие. Вот XC90 у нас сейчас есть. Это XC90. Все равно, на самом деле, очень похоже. So, the element of heritage is contained and is relating to many values, if we concentrate on design, form language. Ну, и мы, конечно, прежде всего, концентрируем свое внимание на языке линий, то есть на том, что мы унаследовали в виде традиций дизайна Volvo. Yeah. Now, this particular car is, let's call it, let's call it, it's a city SUV. Ну, это у нас SUV, как мы знаем, то есть это внедорожник такого городского типа. So, one of the key elements here was to make the surprise factor is versatility, seven seaters. Это такой, в общем-то, достаточно разносторонний автомобиль, на семь человек он рассчитан. То есть это самый, можно сказать, короткий автомобиль в своем классе. Сейчас мы снова картинку эту покажем, то, что вам было проще. Один из, так сказать, ключевых месседжей, если угодно, в связи с этой моделью, которую мы старались донести до нашей аудитории, это уверенность и стабильность. Есть некая отличительная характеристика между двумя этими моделями, о которой я сейчас скажу. Первое, это автомобиль, который понравится тем мужчинам или женщинам, которые любят высокую посадку. Для тех, кто любит такой панорамный обзор, в общем, по всему периметру движения. Что касается XC90, то там более такая горизонтальная, более приземистая посадка, если угодно. То есть то, что является одной из отличительных черт для автомобилей «Вольво», рассчитанных на семейную езду. Те пассажиры, которые сидят в третьем ряду, они не, так сказать, не сгруппированы, не скомканы там в одну какую-то массу. Они себя не чувствуют изолированными. Они являются, как бы, разделяют пространство этого автомобиля со всеми остальными. Что касается XC60, то это, в общем-то, не в полном смысле слова то, что мы называем «недорожником», в отличие от XC90. Сид-хай, тоже достаточно высокая посадка для всех пассажиров и водителей. Также не надо забывать о том, что главное для «Вольво» — это безопасность. И здесь в полном смысле эти вопросы учтены, с учетом именно посадки и линий, которые мы видим в автомобиле. Если говорить, так сказать, о боковом обзоре, то мы хотели придать этому автомобилю более спортивный такой вид и стремительность. Что касается того, что вы называете «шолдерс», это как раз часть того наследия «Вольво». Это как раз часть того наследия «Вольво», о котором мы говорили. Здесь это делается с тем, в данном случае, чтобы как бы окрасить вот эту талию или плечи. Осветить его, и тем самым мы делаем такой достаточно широкий радиус обзора. То есть мы видим, что в кузов автомобиля, он очень эффектно освещается. И главный эффект, который достигается, это вот ощущение силы, устойчивости автомобиля. Он очень стабилен, очень уверенно себя чувствует на поверхности. Ну, вот вкратце, это основные элементы. Еще следующий важный момент. Это вот графические элементы на кузове, это вот подсветка как в передней части, так и в задней. Фары. Передний и задний. Вот, дорогие друзья, сейчас вы услышали, ну, маленький такой ликбез, да, может быть, вы узнали для себя какие-то вещи, которых вы не догадывались, когда вы смотрели и будете смотреть на автомобиль, да, вот оказывается, какие-то поверхности делали специально, чтобы свет поиграл. Какие-то вещи должны психологически в подсознании человека что-то подчеркивать. Вот по поводу подсознания. Вот несколько раз в вашей речи я услышал слово «чтобы человек почувствовал себя». Почувствовать, почувствовать, чувствовать. Таким образом, дизайн работает на подсознание. Получается так. В этой связи у меня вопрос, который я могу адресовать любому, наверное, из современных дизайнеров. Вопросами психологии восприятия сейчас продукта в основном занимаются маркетологи. Насколько вы зависите от маркетинга? Насколько маркетинг диктует вам, что делать? Или вы свободны? И вы работаете в свободной кооперации с маркетингом? Очень важно помнить о том, что мы являемся одной единой семьей, корпорацией. И каждый участник этого процесса хочет свой кусочек пирога получить. У нас используется такой механизм, как фокус-группы. Мы делаем это в глобальном разрезе для того, чтобы понять преференции, предпочтения и пожелания наших клиентов. Мы собираем данные, выводы по работе фокус-групп и делаем для себя определенную выжимку из того, что заслуживает внимания, что действительно стоит, на что стоит обратить внимание в своей работе, именно по выводам работы этих фокус-групп. Что мы действительно можем полагаться, когда кооперируемся с маркетологами, это их знание местных рынков, потому что они знают свою страну лучше, чем мы. Например, когда мы предложили колесо 20-21 дюйм в диаметре. Соответствующую обивку для интерьера салона, кожаную, например. Или какой-то особый специфический цвет, который мы хотели бы использовать для наших автомобилей. Для нас обратная связь может вказать, этот цвет не очень хорошо смотрится в данной стране, не пойдет. Скажем, тип кожи, который предлагается для сидений, слишком дорог для такого типа автомобиля. Или, скажем, дороги у нас в стране не очень хороши для того, чтобы выдержать 20-дюймовые колеса. Вот это та информация, которая помогает нам предложить обоснованный бизнес-план по конкретной модели в конкретной стране. Самое трудное, конечно, это вот собрать, так сказать, элементы того рецепта, который и становится залогом вкусного пирога. Про пирог, еще про отдельные куски этого пирога чуть позже, сейчас послушаем нашего зрителя. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, это Алматы, Алтенбек меня зовут. Еще раз, простите. Алматы, Алтенбек меня зовут. Из Алматы, очень приятно. Да, мое личное субъективное мнение, мне нравится Volvo 850 в середине 90-х годов. И вот эти мотивы, они исчезли от введения плечевой зоны в дизайне. Вот именно мотивы той Volvo будут ли в будущем использоваться? Понятно, спасибо. Понятно, хороший вопрос. А я от себя добавлю, что этот автомобиль был очень популярен в России. В чем? 850, 850. Машину эту, как секонд-хенд, очень много привозили из Европы в Россию. И это все-таки первый автомобиль, который открыл Volvo как машину для кольцевого автоспорта. И появились заряженные версии 850 Т5. Вот. То есть это в определенной степени, и это переднеприводная машина была для Volvo тоже. Это, в общем, некоторая революция. Поэтому машина эта в России известна. Я понимаю людей, которые спрашивают, почему мотивы этой машины не используются сейчас в дизайне. Скажем так, это была последняя модель из серии Volvo, которая отвечала параметрам предыдущего поколения языка дизайна. Одним из основных характеристик экстерьера машины – это была компактность автомобиля. То есть у вас было такое ощущение, если вы сидели в этой машине, что вы сидите за рулем седана, но управляете ей в таком спортивном режиме. И вот, скажем, фары заднего, задней части автомобиля, они стали, так сказать, уникальной характеристикой и частью дизайна Вольво. И вы уже сами назвали основную характеристику этого автомобиля, это то, что он все-таки действительно был автомобилем спортивного, такого класса. У меня просто была 850 Т5. Я по этому понимаю, что мне спричит. Я понимаю, что я понимаю, что язык вопросов. Я понимаю, что язык вопросов. Я могу сказать, что я… Да, я буду перевести, что ты сказал? Да, я могу сказать. Вы помните, что мы называли Т5Р? Т5Р, the Yellow Volvo Special. Помните ту вот Т5? Да, конечно. То было конкретное. Я могу рассказать вам историю. Я вам расскажу историю. У нас была соответствующая группа по планированию, продуктовая, маркетинговая группа. И они пришли и сказали, нам нужно найти какую-то изюминку, которая, опять, привлечет особое внимание к нашему 850. И они сказали, что мы будем поставить около 270 брейк-хорс-по, которое было много для Вольво. Ну, может быть, так сказать, лошадей 270 зарядием. Это, в общем, многовато было только для Вольво на тот момент. Можете ли вы предложить нам дизайн определенных, так сказать, колес для этого вида? Я пошел, посоветовался с директором по дизайну на тот момент. И я сказал так, что нам надо, как бы, принарядить наш автомобиль для специального случая, выхода. Если вы припомните, то, может быть, мы, так сказать, экстравертным образом выкрасили автомобиль. Сделали более экспрессивным. Очень такую в темную краску окрасили колеса, почти черные. Да, асфальтовый такой цвет был. И интерьер, в общем, был украшен или отделан особым материалом. И мы как бы разработали целое новое пакетное предложение. И оно как раз и стало результатом сотрудничества между различными департаментами или службами нашей корпорации. Но после этого, это как бы привело к тому, что мы разработали некую новую даже концепцию дизайнерскую новых автомобилей. То есть, речь шла уже о новом подходе не только с точки зрения технологической наполненности, но и уже новые линии дизайна пошли от этого. Ну, и чтобы завершить ответ на вопрос зрителя, насчет плечей. Во-первых, хочу поблагодарить этого внимательного зрителя за то, что он вспомнил о плечах. Потому что это как раз то самое новшество или та самая характеристика, которую мы вместе с моими коллегами предложили и ввели в обиход. Первый концепт-кар был предложен в 1992 году. Эта модель была предложена для того, чтобы протестировать такие гибридные технологии. И инженеры собирались этот концепт-кар уложить в автомобиль 880. И директор спросил, а можем ли мы предложить некую новую форму с учетом вот этого концепт-кара, который мы разработали, для нового поколения или новой модели воли? Ну, я не очень рад тому, что мне предстоит сказать, потому что я бы хотел, чтобы это было полностью увязано, так сказать, концепт-кар вот в эту новую модель. Под этим я подразумеваю и технологию, и формы. Но единственное, что у нас есть на сегодняшний день, это формы, которые были созданы нами в 1992 году. Надеюсь, что мы вернемся к этим формам, но они будут еще более интересными и волнующими. Хорошо, посмотрим. Но мы еще вернемся сегодня к теме перспективы дизайна, да, посмотрим, куда пойдет дизайн Volvo. А сейчас мне бы хотелось вернуться к тому самому пирогу, про который мы говорили. Мы поговорили уже про дизайн, про маркетинг, но мы не поговорили еще про технологов и про специалистов по безопасности. Давайте про безопасность. Вот еще в 60-е и 70-е годы предпринимались попытки сделать безопасный автомобиль. И у Volvo тоже было несколько вариантов безопасного автомобиля. Эти автомобили напоминали машины из фильмов про Мэдмэкса или какую-то военную технику. С очень развитыми бамперами, выступающими вперед, откровенно квадратные формы, видеокамеры заднего вида размером с дуло пушки танка. И это было очень уродливо. Можно ли все-таки, как оказалось, сочетать красоту, чистоту линий с требованиями по безопасности? И насколько тяжело сейчас это делать, потому что требования ужесточаются каждый и каждый год. Все-таки вы находитесь в очень жестких рамках. Совершенно верно. Не зря я не посидел, как вы видите. Я догадываюсь. Дискуссия – это константная договоренность. Обсуждение или даже, скажем так, скорее некий непрерывный переговорный процесс. Вот чем мы занимаемся. Безусловно, для Вольво исключительно важно обеспечить безопасность тем, кто находится в салоне автомобиля, или, скажем так, в случае происшествия какого-то дорожно-транспортного, или обеспечить им удовольствие от езды. Ну, мы это видим по результатам крэш-тестов, собственно говоря. Да, но при этом очень важно обеспечить удовлетворенность наших клиентов с точки зрения их выбора, их в соответствии наших ожиданий, их вкусов. Ну, я хочу привести такой пример, уж вы меня извините, я все-таки из Латинской Америки родом, поэтому приведу такую аналогию. Скажем, иду я по улице. И вдруг вижу прекрасную женщину, которая идет по другой стороне улицы. Ну, я, естественно, загораюсь, воспламеняюсь, я хочу немедленно с ней познакомиться. Ну, и вы знакомитесь, начинаются какие-то отношения. Вы создаете семью, женитесь, и так далее. Ну, вот так же можно сравнить это с нашим ощущением, когда мы видим прекрасно сделанный автомобиль. То есть это некое подсознательное влечение, которое нас ведет к этому автомобилю. То есть эстетическое, эмоциональное составляющее, вот то, что нас соединяет или объединяет. И сегодня это некий источник бизнеса. Это та часть того языка, на котором мы говорим с технологами, с инженерами. Мы тем самым как бы стимулируем свою творческую составляющую. И это помогает нам в развитии. Это, в общем, помогает нам постоянно выдвигать все новые и новые требования к технологиям. Для того, чтобы найти пути и способы адаптации к тем вновь создаваемым нами формам. Конечно, легче сказать, чем сделать, но тем не менее я еще раз проглашу этот лозунг. Никогда не следует сдаваться или никогда не нужно опускать руки. Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор на тему дизайна автомобилей Вольво. Напомню, что у нас в гостях Хосе Луиз Далавега. Это шеф-дизайнер Вольво Карс. В связи с этим я прошу вас не присылать нам вопросы, касающиеся технической составляющей автомобилей, цен и работы сервиса. Потому что Хосе Луиз занимается другими вещами. Он занимается дизайном, образом автомобилей. Сегодня мы говорим о дизайне. И о тех проблемах, с которыми сталкиваются дизайнеры в том числе. Тему безопасности мы разобрали, но не до конца. Мне очень интересно, насколько появление современных материалов помогает дизайнеру работать. И как быстро вы ловите вот это вот. Откуда к вам поступает информация? Ведь в конце концов невозможно делать современный автомобиль, не учитывая то, из каких материалов он будет сделан. И если в автомобиле 20-летней давности применялось там 4-5 типов стали, то сегодня мы видим, как применяется до 20 различных типов стали. А еще и алюминий, а еще и карбон, а еще и пластики. Вот как вы работаете с материалами? Откуда приходит информация? Вы сами занимаетесь тем, что лазите в интернете, ездите по конференциям научным, выискиваете что-то? Или есть отдел какой-то, который приходит и говорит, мы рекомендуем вам применить тот или иной материал? Ну, скажем так, есть некая группа материалов, которые на полный откуп отданы инженерам. То есть это их стезя. И они, конечно, связаны с использованием их для определенных элементов или структурных компонентов кузова или других частей автомобиля. С другой стороны, есть определенные материалы, которые как бы являются связующим звеном между теми материалами, из которых делаются несущие структуры автомобиля, и теми элементами, которые несут на себе эмоциональную нагрузку. Таким образом, с одной стороны, эти материалы должны соответствовать тем физическим нагрузкам и ожиданиям, которые есть в связи с ними. Но с другой стороны, они также должны обеспечить и выразимость тех форм, которые мы создаем. Таким образом, поиск — это некий такой комплексный процесс, которым участвуют как инженеры, которые знают особенности конкретных материалов. Что касается нас, то мы как дизайнеры не являемся специалистами по материалам, в той степени, в какой являются специалистами они. Но у нас очень обостренное такое чувство, если угодно, антенна в нас встроена. То есть мы чувствуем как бы общую цель, цельность модели. Мы отслеживаем, как нож появляющиеся материалы используются, на какие цели, как они используются. Это может быть и, скажем, какое-нибудь, скажем, мебельное производство, или это может быть самолётовое строение, фармацевтика, или, скажем, фэшн индустрия, индустрия моды, электроприборы. Дизайнер должен быть весьма эрудированным человеком, получается. Мы должны быть увлечены, страстно увлечены этим. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы создавать нечто новое. Но при этом мы являемся некой частью составной всей общей группы, которая работает над созданием нового автомобиля. Для нас самая лучшая награда – это видеть удовлетворенность наших клиентов, тех, кто приобретает наши автомобили. Тогда и мы чувствуем удовлетворенность. Сейчас продолжим эту тему и тему сочетания дизайна и технологий. Но послушаем сначала нашего зрителя. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Добрый вечер. Здравствуйте. Андрей. Да, как вас зовут и откуда вы? Андрей, Московская область. Очень приятно. Я хотел бы задать вопрос вашему гостю по поводу современных тенденций в дизайне. Ведь никому не секрет, что премиум класса дизайн автомобиля премиум класса стал похож на тот же автомобиль низшего, как бы, низшей части линейки в одном же, том же бренде. Если, допустим, у меня есть деньги на премиум бренд, я не хочу, чтобы моя машина была похожа на тот автомобиль, который стоит на 3-4 порядка ниже. Вот именно в этом бренде. Спасибо. Понятно. Я от себя добавлю, вот каким образом достигается, какими деталями, элементами достигается ощущение премиальности? Ну, давайте попробуем ответить таким образом. Премиальность – это некая изначально встроенная характеристика в автомобиле Вольво. Это некая абсолютная ценность, скажем, как хорошее образование. То есть, что такое продукт премиального класса? Это надежный, это долгий, длительного пользования автомобиль, это продукт, который приносит удовольствие. Ну, и отличный от продуктов, более дешевый. Но это должно быть разнообразно, чем с дешевыми продуктами. Абсолютно. Но это первое, если мы анализируем, и я вернусь к нашим господинам, потом я хочу спросить, но сначала я хочу ответить, если мы анализируем исторически премиум бренды… Я потом, может быть, ближе буду отвечать на заданный вопрос, но сейчас хочу немножко отступить и сказать, что если посмотреть на историю премиальности нашего бренда… Ну, скажем, отмотаем лет 25 назад. Можно сказать, что за это время эстетическая выразительность бренда и брендов вообще премиум класса мало изменилась. Где-то, вот, скажем, на период от начала 90-х до 2000-х. Состоялась или произошла такая дизайнерская революция? В том, как продукты выражались или самовыражались. То есть мы начинали как бы от кучура, если угодно, да, с того самого подиума, если говорить фигурально, на котором идут модели. И вот эти вот самые известные премиальные бренды, они как бы создали две линии экспрессии. То есть это некая классическая линия, которая их и прославила. И новые линии, более экспрессивные, более выразительные. Для них очень важно было остаться в бизнесе. И вот посмотрите на любую, так сказать, известную марку модную, и вы увидите в сочетании двух этих линий – классики и экспрессивности. Если применить тот же подход к автоиндустрии, то здесь так не пойдет, не получится. Слишком это дорого. Я не думаю, что найдется такой сверхбогатый человек, который дерзнул бы на такую. Поэтому если посмотреть на тот, так сказать, разрыв, который произошел между началом 90-х и концом. В 2003 году, может быть, вплоть до 2003 года, большинство из премиальных авто брендов уничтожили свой язык. И начали создавать то, что вы видите на улицах сегодня. Это совершенно экспрессивный, современный дизайн. То есть, как бы в некотором смысле отказались от следования этой классической линии, и стали больше опираться на то, что видно в повседневной жизни, так сказать, на улицу, если угодно. И вот тут как раз вот такое пересечение или некое смешение, эта самая революция, о которой мы говорили, можно и так назвать, она как раз и стала следствием вот некой, как можно сказать, размытости между пониманием того, что является характеристикой премиального бренда и массового. То есть массовые бренды стали тягаться с премиальными брендами, старались им подражать. То есть, просто копировали. Контролировать этот процесс невозможно. Но самое главное – это понимание отчаяния клиентов. А именно, они хотят чего-то оригинального. Вот именно это сейчас и происходит. Я понимаю суть вопроса. Но нельзя тут ничего сделать или помочь в том, что много общего визуально сейчас можно отметить между брендами премиального класса и массового. Давайте послушаем еще один звонок. Заключительно сейчас на сегодняшний эфир у нас осталось 10 минут, и нам нужно еще поговорить о новом языке дизайна Volvo. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, это Кемерово, Станислав меня зовут. Очень приятно, слушаем ваш вопрос. А Хосе Диазу, вот я хочу задать вопрос. Да-да. Основные, что его вообще вдохновляет в его работе? Я так понял, женщины в том числе. Женское начало. Понятно. То есть он наблюдает красивые линии и, наверное, черпает чего-то женского начало. Понял, Шопро, спасибо. Безусловно, я живой человек, но это только часть дела. Но также можно говорить и о прекрасной архитектуре. Об индустрии моды, когда речь идет о линиях, материалах, о выразительности тех или иных решений. Если посмотреть на современный танец, на балет. Все это является как раз тем, что вдохновляет, потому что содержит в себе те прекрасные линии и те экспрессивные элементы, которые нам нужны. Я бы сказал так, что любой успешный продукт – это сочетание блестящих технологических решений и прекрасных внешних форм. И природа, наконец, природа. Вот я хотел спросить, как раз, о влиянии природы. Потому что сейчас наблюдаются две тенденции. Одна тенденция – это черпание вдохновения в городской субкультуре. Меня учили в детстве, что рисовать на стенах – это хулиганство, это плохо. Сегодня рисование на стенах считается искусством. И это выдвигается как тоже источник вдохновения. Современная субкультура городская. С другой стороны, мы с вами висели на эту тему, и я был поражен, когда я увидел, как можно из фотографий из космоса Земли сделать фактуру для передней панели, использовать космические фотографии для фактур. И точно так же можно увидеть под микроскопом кусок огурца, например, да, или там рыбной чешуи. И сделать из этого тоже фактуру, просто увеличив это, да, до размера видимого невооруженным глазом. Что вам ближе и куда Вольфу пойдет? Ну, сама по себе природа – это, наверное, самая масштабная энциклопедия, которую можно только себе представить. Это касается всего – и эстетики, и текстуры, и линий. Все можно найти в природе, и все можно почерпнуть из них. Давайте назовем это так – функционал. И динамические, и механические элементы, они присутствуют в природе самым разным образом. Это все уже есть, нам нужно только взять и использовать. Нам необходимо научиться находить необходимый баланс, потому что мы все родом из постиндустриального общества. Как ближе подойти к тем ценностям природы? Как их извлечь? И сделать так, чтобы они стали тем залогом мастерства, который необходим инженерам и дизайнерам. Если мы возьмем последний вольфовский концепт. Во-первых, в каком направлении дальше будет развиваться дизайн? Вернется ли мускулистая форма, вернее продолжится ли развитие мускулистой формы? Или машины станут более утонченными, более такими вычурными? И насколько помогает действительно сейчас творить новые материалы? Например, если раньше нужно было сделать фару, это была целая проблема, потому что нужно было делать рассеиватель, лампу и все. Сегодня есть светодиоды и их можно гнуть как угодно, вкраплять куда угодно и творить что хочешь. И так же с другими материалами. Это вот S60, кстати говоря, да? Мы пока еще не решили для себя, куда двигаться. Не интересует мнение именно личное, мнение шеф-дизайнера. Я бы сказал так, мускулистость, элегантность, изящество. То есть, если посмотреть на хорошего рысака, вот это то, что нам видится. Опять природа. Да. Этот рысак, вы можете видеть, что он ходит в паддоке, перед рейсом. И это просто красота элегантности, но еще мускулирует. Потому что, когда мы видим, так сказать, вот эту вот беговую лошадь, которая еще не бежит, мы видим, что она элегантна и при этом мускулиста. А после того, как мы выпускаем ее на беговую дорожку, она уже превращается в такого прекрасно великолепного зверя, животное. Вот я надеюсь, что нам удастся добиться вот такого в будущем, такого рода автомобилей. Ну, можно обратиться к другому примеру, скажем, какие-то спортивные, так сказать, движения атлеток. Вот сочетание уверенности, грациозности, силы. Ну, и, конечно, материалы. Главная задача на сегодняшний день – это сократить выбросы СО2 в атмосферу. Значит, машину нужно делать как можно более легкое. Легче, значительно более эффективнее. Я всячески приветствую более легкие элементы в автомобилях, они мне очень нравятся. Аэродинамические свойства, ну, если, так сказать, довести это до экстремального выражения, то просто обратите свой взор на самолеты. Или на дельфинов. О, долфинс. Совершенно верно. Вот нам надо научиться работать с этими параметрами. Для того, чтобы продолжать выпускать автомобили, которые будут хотеть приобретать люди, но которые при этом обеспечат большую эффективность. Ну, как я уже говорил, процесс внедрения неких изменений или новшеств в дизайн автомобилей – это процесс, который растягивается на многие годы. И очень коротко. Все-таки дизайн становится более космополитичным сейчас. Можно не говорить, что в ближайшее время все-таки сохранится национальная принадлежность. Мы будем узнавать итальянский автомобиль в потоке, мы будем узнавать немецкий автомобиль в потоке, американский или шведский. Или уже эти вещи являются архаизмами, и на первый план выходит просто некая потребность человека в красивой, но вместе с тем утилитарной вещи. Например, японские автомобили, многие из них вообще не имеют лица. Но лет 15 назад было проще определить национальную принадлежность того или иного автомобиля. И вот, кстати, именно благодаря вот такой универсальности тех требований и критериев, которые предлагают и выдвигают правительства разных стран, вот и произошел такой процесс унификации, когда узнаваемость автомобилей стала снижаться. То есть, вы можете поставить на самом деле шесть профилей, шесть разных брендов, из одного автомобиля. Давайте поговорим о гольфе. Просто поставить шесть автомобилей, которые в гольф-сегментах. И вы поставите их на самом деле, и они, как можно назвать, идентичны. Скажем, если взять гольф для примера, такой класс автомобилей, то есть шесть профилей будут совершенно одинаковые. Потому что они все должны соответствовать с определенным, одинаковым требованиям. То есть, мы работаем вот действительно в такой микроскопической зоне, которая измеряется миллиметрами в рамках тех параметров, которые нам даны. И мы, как дизайнеры, вот должны маневрировать в таком узком пространстве. У нас, к сожалению, вышло время. Я вынужден, с большим сожалению, прощаться с Хосе Луиз де лавега, с шеф-дизайнером компании «Вольба», который сегодня приоткрыл для нас вот эту книжку, огромную книжку под названием «Дизайн» и рассказал о некоторых секретах, которыми пользуются дизайнеры для создания действительно прекрасных форм, которые нам так нравятся. Спасибо большое. А выставайтесь с каналом «Автоплюс», у вас ждет очень много интересного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА